I have ways of blowing things up. Я бы посмотрел на это. С другой стороны, это же Хэллоуин, это последний такой майлстоун перед Рождеством. То есть все ждут Хэллоуина. Как только заканчивается Хэллоуин, все быстренько переходят на рождественские новогодние рельсы. Все ждут уже зимних праздников, так что их не надо объединять. Новая тактическая игра на выживание. Крикс Фронт 4, последний фронт, выйдет в следующем году. Мужчина из Беллтауна задержан после попытки скрываться на Сегвее. Это он как? Ладно. Хорошо. Крикс Фронт. Погодите, а над чем у нас там работала Аквия? Нет, погоди, Крикс Фронт 4, это уже четвертая часть франшизы. Они работали над цельнометаллическим. Там что-то там, это не то, не связано. Но это из игровой индустрии. Хорошо. Ладно, поехали как есть. Начинаем день. У нас тут обычно до задницы всего. Хайд придет. Супермодель, блин. Вот я говорю, серьезно, это спойлеры. Ну, к нам теперь говорят, что к нам сегодня придет Хайд и еще кто-то. Рэйчел, работая над новым секретным проектом, не терпится вам показать. Sleep tight, good night. Миртл, подсел на тактическую игру с мехами. Очень интересная, вдохновляющая механика с мехами. Да-да-да. Такое чувство, что мне пора написать книгу или вызвать на бой крутого боксера. Так что, Лукас ездила в воскресенье, Джорджа. Так-так-так. С этим вроде разобрались. Давайте в сторис почитаем. Дьявол и вечность. Дьявол говорит мне, цена моего поцелуя. Вечность. Нет улыбки теплее, чем у дьявола. Она дразнит меня тлевящими кончиками пальцев, огнем, который мне хорошо знаком. Я по-прежнему растрачиваю вечность. В пустую, в бетонных джунглях, в слепую, тенью, в чужих воспоминаниях, в тихую, бесконечная, пустая жизнь. Нет губ холоднее, чем у вампира. Это не так. Если желаешь их, нет глаз красивее, чем у дьявола. И взгляд нежен, как ангелы, убеждающие себя в собственной святости. Ну, не, если учитывать, что дьявол есть ангел. Ну, это так, теоретически. Я все еще цепляюсь за свою целостность. Почему мы выбираем жить? Откуда желание продолжать? Отчаянное стремление кем-то стать. Однажды. Обещай, что не уйдешь. Я чиркаю спичкой и обжигаю губу. Я тебя погублю. Нет ложи слаще, чем у дьявола. Я так понимаю, что это перевод, потому что он ни разу не складно. Я бы это посчитал в оригинале, на самом деле. Наталкивает на размышления. О, нет! Кажется, у нас закончился имбирь. Черт побери. Так, Хайд, это ты? Конечно, это ты. Хайд, привет. Привет. Короче, я хочу каждый раз нажать сюда. Ну, оно мне выдает спойлеры. Мне не нравятся спойлеры. Приятно снова увидеть тебя. Как поживаешь? О, ну, поживаю. А ты как? Кажется, тебя что-то беспокоит. Да, извини. Только что выяснилось, что имбирь закончился. О, еженедельный лист заказа, закралась ошибка. А те корешки, что остались, уже успели загнить. Ай-яй-яй. Это просчет. Знаю, позорище. На кладовой проблеме с температурой из-за недавних скачков напряжения. Ладно, схожу завтра на рынок и закуплюсь. Отличный план. Вижу тебя тут настоящий ажиотаж. Спасибо за издевку. Да, ну, спокойные дни это тоже иногда хорошо. Хотя неделя у вас тяжелой, честно скажу. В самом деле. Что ж, я слушаю. Что-что? Про неделю. Рассказывай. Эх, ну, даже не знаю, с чего начать. С чего угодно. Я не смогу покрометировать историю, которую еще не слышал, верно? Верно. Но самые серьезные неприятные за последнее время сильные грозы. Иногда из-за них вырубает электричество, так что перестает работать техника. Так что, если опять произойдет, заранее извиняюсь. Ясно. Ну, предостережение принято к сведению. Еще по районному прокатилась волна вандализма в отношении машин. Похоже на свободе разгуливать серийный издуватель шин. Мне об этом рассказывал офицер Джорджи. Еще у нас много новых посетителей. И думаю, на этом все. Весьма насыщенные будни, хоть и не слишком захватывающие. Кстати, насчет вандализма. Я приехал на машине. Насколько сильными стоит переживать? Бейлис. Извините, французским не владею, но... Еще 24. Кто такая цистулья? Или как... Погодите. Лукас Джорджи. Сторис один день держится. Это вообще печально. Хорошо. Как себя подписывает? Они переписывают... Ну, это латынь, не латынь? Нет, погодите. Это, возможно, не латынь. Это, возможно, французский. Блин, туплю. Не знаю. Ладно, ребят, извините. Значит, хотелось бы мне дать тебе уверенный ответ. И это, к сожалению, мне мало что известно. Так что... Я отвечу. Джорджи. Переживать не стоит. Все с твоей машиной будет в порядке. Джордж, добро пожаловать. Привет. Мне удалось определить область, в которой работает наш вандал. Похоже, у преступника есть любимое место. Правда? Да, и оно довольно далеко отсюда. Кстати, Риана сказала, что ее машина тоже пострадала. В самом деле, если она вернется, спроси, где она паркуется. Хорошо. А мы не могли это спросить вчера? Ладно. Спасибо. Так вот, расследование пока не закрыто, но могу сказать, что здесь неподалеку довольно безопасно. Можно расслабиться. Ну, понятно. Кстати, приятного сегодня вечера. Прошу прощения, что я загородил вход, докуривал последнюю сигарету. Самое время достать новую. Не против? Вовсе нет. Я против. Пожалуйста, можете не курить? Хайт. Знакомься, офицер Джорджи. Погоди, знакомься. Вы же не знакомы с первой части? Вы же оба старые персонажи. Он отвечает за ночные патрули в округе. Привет. Джорджи. Знакомься? Хайт. Наш редкий гость из Лос-Анджелеса. Приятель Галы. А, того крупного парня из больницы. Тогда, получается, мы с тобой уже виделись. Значит, живешь в Лос-Анджелесе? Ха. Скоро это изменится. Вот как? Я согласовываю переезд с представителями моего модельного агентства. Чудесные новости. Ты жил здесь раньше? Ага. Лет сорок. Когда же ты переехал Лос-Анджелес? Где-то 20 лет назад. Ясно. Надо же. Ну, он вампир. Ему, скажем так, я куда старше, чем буду лежу. Ага. Модели, вампиры, понятненько. Тогда позволь мне коренному жителю Сьедла первым поздравить ее с возвращением. Город с много мрачного неба. Зато кофе здесь бесподобный. Так же? Это вам решать. Спасибо за добрые слова. Ты же переехал или... Еще нет. Недвижимость, которую я приобрел, еще следует подготовить. Пока работы не продвинутся, хотя бы наполовину даже не притрубся к чемодану. Логично. Я сдержусь на некоторое время, понаблюдаю за строительством. Если понадобится помощь, дай знать. Сам я небольшой мастер, но знаю ребят, которые в этом разбираются. В этом нет необходимости. Но спасибо за предложение. Забавно. Что именно? Честно говоря, у меня с полицией... Раньше были довольно напряженные отношения. О-о-о. А речь о ситуации, когда тебя слегка пожурили? Или все было серьезно? Скажем так, когда долго живешь, успеваешь много чего испытать. Все это, конечно, в прошлом. Уверен? Никто не хочет что-нибудь заказать? О, разумеется. Они так смотрят друг на друга. После тебя. Я ведь слуга народа. Для меня рядовые граждане всегда на первом месте. Так что после тебя. Похвальный идеализм. Ну, я настаиваю. Кто еще к нам придет? Или это? А, Луи ответила Бейлису. Ты это на Арамбул нашел? Да? К тому же я еще не решил, что хочу заказать. Ну, раз. Так. Что будешь пить, офицер? Что-нибудь вкусное. Ты как? Такси, если честно. Что стряслось? Ну, все же она по голове ударила после... Ладно. Позже расскажу. А пока ответь-ка на один вопрос. Здесь, случайно, никто не находил зажигалку? О, да-да. Она у меня. Ох, какое облегчение. Итак. Слушай, внимательно. Это очень, очень важно. Хорошо. Мне нужна эта зажигалка. Ясно? Да. В смысле, она мне позарез, как нужна. Иначе эта черная полоса никогда не закончится. В смысле? Это я так сам с собой. Ладно, конечно, я понимаю. Спасибо. Что будешь пить? Обычный черный кофе, пожалуйста. Можно немного подсластить. Обычный черный кофе. Подсластить. Кофе. А у меня сахара нету как такового? Нет, я понимаю, что у нас нормальные кафе, а не какое-то там захудалое, но... Ну, черт побери, сахар. Кофе. С медом. А больше я ничем не подслащу, да? Лимон как-то не сластит немножечко. Корица. Давай меда подкинем немножечко. Кофе с медом. Натуральный сахар, да? Сладкий кофе. Отлично. Подаем. Рецепт сладкого кофе у нас... Так, погоди. У нас... Про Джорджа. Появилась инфа дополнительная. И появился рецепт кофе. Сладкого. Я не присоединил зажигалку к нему. Какой бред. Подождите, ребят, секунду. Ребят, мне пришлось загрузить день заново. Потому что, ну, это тупая непростительная ошибка. Я не знаю, это же было логично, что ему нужно отдать зажигалку. Я просто по невнимательности провтыкал. Продолжаем. Значит, кофе мы сделаем такой же, сладкий. И все, все, все. Просто с того же момента. Наконец-то. Привет, старина. Спасибо. Думаю, я должен объясниться. Я уже говорил, что зажигалка это мой талисман. Но удачу. Когда она пропадает, у меня начинается черная полоса. Сегодня на работе мне чуть не свалился вентилятор. Я случайно разбил любимую чашку жены. Когда был за рулем на дороге, выскочила черная кошка. Так что я чуть не свернул на тротуар. Черная кошка даже не енот. Клянусь, я не выдумываю. Если это не так, то уж не знаю. А еще дочка до сих пор на меня сердится. Ну, хорошо. Ну, что теперь зажигалка опять у меня плена. Ладно. Здорово, что за ней было кому приглядеть. Спасибо. Да не за что. Надеюсь, ты кофе посластит твой вечер. Держи, Джорджи. Спасибо. То, что надо. Ну, рецепт-то у нас появился, этого кофе. Сладкий, да. Хорошо. Приятно слышать. Лукас. Бывало у вас такое, что слушаешь крутой трек, как вдруг наушники вырубаются? Вот у меня нет. Потому что у меня крутейший наушники. Хватай себе такие же. Ну, понятно, реклама. Чувак рекламит на самом деле. Прям офигеть как. Готовь сделать заказ? Еще нет. Есть какие-нибудь предложения? Если интересно, у нас появилась парочка новинок. Вот как. Цветки мотылькового горошка и гибискуса. Ну, это же гибискус. В горячих напитках он прекрасно, практически неощутим. Идеально, сделаем мне напиток с ним. Точно? У нас закончились некоторые ингредиенты. Хочешь что-нибудь конкретное? Выбери за меня. Просто пусть напиток будет красного цвета и... Кто знает. Может он заменит мне Дона Кровиньона. Дон Периньон. Дона Кровиньона. Напиток из искусственной крови, который я раньше здесь заказывал. Кстати, один квест был с Галлой, один был с вампиром. Не тот, не тот я не сделал в прошлый раз для успокоения Галлы и для него... Короче, я так понимаю, что это сноски к первой части. Когда здесь еще работал бар. Ну, это явно не про меня. А, понятно. Сделай мне яркий красный напиток. Мне интересно, как ты справишься. Яркий красный. Давай я тебе просто гибискуса нафигачу. Ха-ха, Каркаде. Подать. У нас с ним, типа... Вот он, супермодель. Приставка супер обязательно? Хорошо. Чай Каркаде. Во вкусе различаются клюквенные кислинкости, точными нотками, прекрасный источник витамина С. Держи. Кое-что красное. Так вот он, напиток, который по-твоему не нравится. Честно, полной уверенности у меня нет, но это лучшее, что я могу сегодня тебе предложить. Выглядит довольно своеобразно. Как тебе? Терпко. Вяжет. Тебе нравится? А ты как думаешь? Мне так не терпелось его попробовать. Жаль, что не получилось оправдать твои ожидания. Мои пожелания были учтены, так что не стоит извиняться. В следующий раз попробуй сделать что-нибудь менее похожее на сок из сена. Хайд. Ты... Ты дурак? Признайся мне, пожалуйста. Я у тебя спрашиваю, что ты хочешь? Хочу ярко-красный. Ты ничего не сказал про вкус? Сладкий, терпкий, еще что-то. Ты говоришь ярко-красный, я тебе делаю максимально ярко-красный. Ты говоришь, что тебе не подходит. До этого люди четко описывали свои желания. Они четко получали свой напиток. Хайд, иди нафиг. Мне хочется насыщенности. Чего-то запоминающегося. Я лишь однажды пробовал напиток с гибискусом, который мне понравился. Интересно, сможешь ли ты это изменить? В следующий раз попробуем. Я не буду для тебя стараться, если что. Добро пожаловать. Блин, рекламщик, привет. Сатир с татуировками на ногах. Привет, парень. Вот так. Черт. О, блин, привет. Дедуля, рад тебя видеть. Как дела? Что нового? У тебя что нового? У меня ничего. Ничего особого. Знаете, давайте-ка я пересяду. Вот так. Прошу прощения за то, что ты сейчас был. Я был кое-чем занят. Ничего страшного, все в порядке? Да, конечно. У меня всегда все в порядке. Всегда. Это бренд. Потому что я везунчик по жизни. Кстати, о везении. Эта девушка заходила? Риана? Да. Серьезно? И как она забрала то, что я ей передал? Да, теперь она знает, как с тобой связаться. Ясно, ясно, супер. Она же не выкинула бумажку с этой инфой. По крайней мере, не у меня на глазах. Отлично. А пытаешься связаться с той девчонкой-певицей? Укатал, дедуль? Мне до сих пор не по себе от того, как прошел тот вечер. Я просто хочу, ну, типа как извиниться перед ней, понимаешь? Ага. Похоже, теперь надо дождаться, пока она со мной свяжется, да? Думаю, да. А что, если она мне не напишет? Тогда что делать? Смириться? Значит, так она решила. Ты прав, дедуля? Не думал, что тебе может быть так сложно с кем-то связаться. Точняк. Что поделаешь? Ладно, подожду. А как бы ты ни была, рад снова тебя увидеть, дедуль. Взаимно, парень. И тебе привет. Хайт. Меня зовут Хайт. Хайт. Погоди, ты реально тот самый Хайт? Супермодель Хайт? Что, важная шишка? Хе-хе. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот уж не думал, что встреча тебя в таком месте. Без обид. Я везде на тебя подписан, чувак. Большой фанат. Мне особенно зашел проект вне времени, в котором ты снимался для Баундлесс. Баундлесс. Ммм. Давно это было. Баундлесс? Был такой популярный журнал, его больше не печатают. И теперь все в интернете. Что это был за проект? Фотопроект, в котором я снимался, довольно авангардный. Изначально фотографии планировали ставить, выставить на показе, посвященном путешествиям во времени. И, увы, выставки не состоялась. Так что они чуть изменили тему, используя фотографии для журнала. Да, крутые снимки. Мне понравилось, как в проекте показали моду сквозь времена. И при этом дизайн был таким современным, можно сказать, вне времени. Тогда уж не Баундлесс, а Таймлесс. Ладно, извиняюсь за каламбур. Интересно было посмотреть. Погоди-ка, сейчас покажу пару фоток. Хайд отлично получился, хоть фотография не слишком яркая. Ааа, ничего себе. Ты потрясающе выглядел, Хайд. Ничего не изменилось. Ха, точно. Эти снимки были настолько крутые, что вдохновили меня найти собственный стиль. И сам неравнодушен к стилю 80-х. Правда? По тебе не скажешь. О, я... Коллекция курток. Ха, здорово, что тебе это помогло. Мне понравилось заново пережить некоторые эпохи. Хоть и лишь через одежду. Даже с учетом, что потом на меня нахлынула ностальгия. Ну, я отвлекся. Ааа, готов что-нибудь заказать? Эээ, да, конечно. Кстати, от чистого... Эээ, матча у всех кружится голова. В смысле? Парни назад я выпил его перед обедом. И меня потом подташнивало. Ты завтракал? Неа. Матча очень крепкий чай. Так что его лучше не пить на пустой желудок. Эээ, мы ведь это уже обсуждали, да? Учту, спасибо. Тогда можно мне тыквенный латте? Эээ, извини, мы такое не подаем. Серьезно? Ты же знаешь, что его можно и без тыквы приготовить. Да, кто-то мне об этом говорил. Ну, я открыт к экспериментам. Только не хочу ничего скучного. Может, сделаешь мне что-нибудь похожее на тыквенные латте с тем, что у тебя есть? Ты издеваешься нафиг? Сетичий вечер дурных заказов. Тыквенные латте. Ну, погоди. Получается освежающий, сладкий. Ну, латте тут должен быть. От кофе он пытается отказаться. Черт, стоп, давай попробуем. Розовая пряность. Держи, я не знаю. Вот, держи. Что это? Я вроде бы не это заказывал. Даже? Похоже на то. Извини, мне сегодня сложно собраться. Ничего страшного. Заберешь? Конечно. Еще раз, извини. Заберешь? Так, в чем дело? Что? Что-что? Чего ты взгрустнул, парень? А, насчет этого. Так, проблемы на работе. Погодите. Как я должен был угадать тыквенный латте? По цвету? По вкусу? По порядку? Какого черта? Ну, я помню, какой на вкус тыквенный латте. Но как его приготовить без тыквенного вкуса? Что-то происходит вообще. Проблемы на работе. Парочка разногласий, обычное дело. Через такое проходит любая команда, да, Эть? Ага. Чем ты занимаешься? Я инфлюенсер, видеоблогер. Рассказываю в сетях про всякое моду, интересные места, где поесть и так далее. Еще иногда снимаю скетчи для своих каналов. Пранки тоже? Не-не-не, дедулька. Ничего такого. Без шуток, я ненавижу пранки. Я раньше об этом не говорил, но я реальных ненавижу. На дух не переношу. Ну, как в самом деле? Это самая примитивная форма развлечений. Грубая, веселая, в ущерб людям. Ага. Что ты отошел от темы, извиняюсь. Значит, ты создаешь и ведешь собственное шоу? Чем занимается твоя команда? Команда помогает мне редактировать видео, искать спонсоров. И изначально повышает качество контента. Они классные ребята, я многим обязан. Ты считаешь себя успешным? Ну, думаю, да. Дела у нас идут неплохо. Я живу в Лос-Анджелесе. Реально? Я тоже там раньше жил, до переезда сюда. Почему ты переехал? Почему переехал? Ну, как сказать. Там было стремно. Я не к тому, что ты живешь в стремном городе. Просто Лос-Анджелес не мое. Без обид. Почему тебе не понравилось там жить? Длинная и тупая история. Поверь, ничего интересного. Совсем я заболтался, извиняюсь. Ты что там говорил? Я заметил, что в городе много новоприбывших, громких и наглых и юных. Таких, как ты. Да? Сам факт того, что ты сделал карьеру, занимаясь столь обыденной чепухой, показывает, что у тебя хорошая голова на плечах. Так в чем проблема? Хайт, у тебя кроме внешности, которая тебе дана природой, потому что ты чертов вампир, как бы особо-то ничего и нету. Ну, я ведь уже рассказал ситуации с каналом, да? Да, ты сказал, что просмотры падают. Падают, это слишком сильно сказано, но суть такая. Вот мы с командой пытаемся сообразить, что с этим делать. Пытаемся удержать шоу на плаву, понимаете? Ну, по правде, я уже давно хочу попробовать кое-что новое. В прошлом году даже пообещал себе, что сделаю это. Надо было только дождаться, пока наберется достаточно подписчиков, тогда бы я и решился. На самом деле, смотрите, в чем прикол. У нас есть два геймдизайнера. У нас есть модель, у нас есть блогер, у нас есть певица и одна, которая хочет стать певицей. Только творческие профессии. У кого здесь нормальная профессия? У Луи? Луя работает где-то в офисах. Окей. А, ну, Гала. Он, типа, в приемном отделении больницы работает. Два-три человека. Ну, Джорджи, да, Джорджи, полицейский. Большинство людей какие-то творческие такие, витающие в облаках. У них проблемы. Ну, короче, ладно. Но ты не решился? Ну, меня всегда привлекала идея вести сегмент вроде шоу талантов. Так бы я мог помогать таким, как я, продвигаться. Таким, как ты? Ага. Вроде той девушки-певицы, с которой мы болтали. Или гномов, играющих в сериалах. У всех есть кое-что общее. Знаете что? Я подскажу. Вот возьмите сатиров. В первую очередь... Что в первую очередь приходит тебе в голову, когда что-нибудь говоришь про сатиров? Татуированные ноги. Только слишком долго не думай. Просто скажи, что первая приходит на ум. А что насчет тебя, дедуль? Хайт? Наверняка первые мысли такие. Вечеринки, беспечность, алкоголизм, юмор. Я прав. Тебе это приходит на ум? Тебе это приходит на ум? Нет, но так нас видит общество. Ариан общество видит как ходячую неудачу. По одной единственной причине. Она родилась в панше. Общество вообще обожает осуждать. Если у тебя есть деньги, значит заслуживаешь доверия. В отличие от тех, кому пришлось добиваться всего с нуля. Понимаете о чем я? В смысле, ясно почему так. Так, этикет, поведение, восприятие мира и прочее. То, в какой среде ты вырастаешь, определяет твою личность. Бытие определяет сознание. До этого пришли уже очень давно. Человечество с этим разобралось. По крайней мере, так думает большинство. И якобы понимаю, почему. Откуда взять столько времени, чтобы лично узнавать каждого. Вот мы и опираемся на впечатление. Но могу сказать, что если сравнить, как люди относились ко мне в самом начале, или как относятся сейчас, разница просто огромная. Настолько огромная, что у меня от этого не по себе. Понимаете? Конечно. Так что да, я хочу создать уголок пространства, который мог бы рассказывать о талантах, которые остальные игнорируют. Понимаешь, делая то, что ты сейчас делаешь, вдруг ты начнешь обращать внимание на других людей, это неинтересно. Это называется нецелевая аудитория. К тебе приходят люди смотреть одно. Если ты начнешь рассказывать про другое, они не останутся это смотреть. Это, короче, да. Я спрошу еще раз. Кстати, наверное, интересно слушать такие комментарии от человека, который ведет канал с меньше, чем 1000 подписчиков, но я это веду канал для себя. Так что да, ладно. В чем проблема? Моя команда считает, что идея слишком рискованная. Не сломано, не чини, так они говорят. Им хочется, чтобы я работал над тем, что у нас уже есть. Они правы именно потому, что к тебе приходят люди смотреть то, что ты делаешь, а не смотреть что-то другое. Окей? Окей. И ты с ними согласен? Ну, в каком-то смысле они правы. За тебя, правда, рискованно. Я отвечаю не только за себя. На мне держится вся команда. Поэтому я пытаюсь найти компромисс. Компромисс это делать 120% работы. 100% для себя, своей команды, своего канала. И еще 20% прыгнуть выше головы и ввести что-то дополнительное, не связанное с твоим контентом. Извиняюсь. Которое не будет приносить ущерб твоему контенту. Так что да. По крайней мере, пока мы не вырастим настолько, что перемены уже не будут так сильно на нас. Интересно, станет ли мир тебя ждать? Во-во-во. Что? Станет ли мир ждать, пока ты созреешь? Ты когда-нибудь об этом задумывался? Если принять решение, это всегда вопрос приоритетов. Со временем риск растет. Какие обязанности? А оправдание продолжает копиться. Нет, есть оправдание, есть здоровое объяснение. Учитывая скорость, которую ты решаешь этот вопрос, похоже, твои идеалистические мечты не суждено сбыться. Впрочем, если тебе хватает одной мысли о том, что ты полон благих намерений, это уже другое дело. Хайт. Хайт, я считаю, ты неправ. Ты не из тех, кто ходит вокруг да около, да? Так. Ох, я уже готова прыгнуть в кроватку сегодня. Отлично проработал. Надеюсь, вы тоже. Я могу вот так делать? А почему нет количества? Я могу вот... Я могу лайкать это все. Так. Ну-ка. Джорджи. Недавно был в веганском ресторане и почувствовал, что пахнет травой. Свежескошенный. Джорджи. Отличный юмор. Итак, разве я не прав? Это как посмотреть. А посмотреть можно и с другой стороны. Признаюсь, я не слишком разбираюсь в мире шоу-бизнеса, но ты многого достиг, парень. А все потому, что тебя вечно подталкивал вперед эта конкретная мысль. Так же? Ага. Так что я тебе не стал бы... Так что я не... Я бы не стал в нем сомневаться. Он... Ты, наверное, просто в небольшом замешательстве. Думаешь, мне стоило бы деликатнее? Не-е-е. Взбучка это то, что мне нужно. Выслушать тебе было тяжело, но необходимо. Ты как, в порядке? Ага. Есть о чем подумать. Я пойду. Приятно было увидеться, дедуль. И тебе спасибо за совет. И тебе спасибо. Не вешай нос. А, вы тоже. До встречи. Пока. Что-то я тут задержался. Пойду-ка поработаю. Не хочу, чтобы мне зарплату урезали. Приятно познакомиться, Хайт. Уверен, мы еще не раз увидимся. Надеюсь, в нерабочие часы. Доброй ночи, офицер. Пока. Берегись, офицер. Непременно. До скорого. Полагаю, мне пора собираться. Но я скоро вернусь. Буду ждать. Что-то не так? Кажется, офицер забыл забрать свою зажигалку. От нее будто исходит энергия. Ну да, исходит. Похоже, это проклятие. Да, уж точно. Я его когда увижу в следующий раз. Спасибо. Хорошо. Приятного вечера. Доброго пути, Хайт. Я считаю, что все-таки Хайт неправ. У него черная магия. Сладкий, освежающий, невероятно бодрящий напиток. Тут мне дают ингредиенты, типа сладкий, освежающий и сильно бодрящий. То есть я должен по вот этим параметрам подгонять. Ну, хорошо. Я на самом деле не понял, что сегодня ночью случилось и почему Хайт капризничал с напитком, хотя я приготовил то, что он хочет. Рогатик вообще непонятно, что и непонятно, как заказал, непонятно, как это все готовить. Он даже вернул напиток. Офигенно, да? Короче, ладно. Такой сегодня вечер. Думаю, на этом будем закругляться. Увидимся в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем ладушек. Всем пакеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok